Хорошо, скажите мне, пожалуйста, какой предмет одежды, на какой предмет одежды главный был акцент? На самый рискованный в теории предмет одежды какой? Трусы. 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 Что-что? Рискованный в таком плане. Ну, где могла быть максимальная концентрация? На трусы. Здравствуйте, вы позвонили на телефон доверия ФСБ России. Наш разговор записывается. Конфиденциальность полученной информации гарантируется. Слушаю вас. Алло. Я вас слушаю. Цель вашего звонка. Мне помощь, собственно, ваша нужна. Можете помочь, да? Это все, что вы хотели сообщить? Нет, мне помощь просто нужна. Не могли бы вы отправить ко мне ваших сотрудников, чтобы они мне помогли? Это в полицию. Не, 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 мне нужны именно сотрудники ФСБ России. Тут, где-то дело в чем-то, что... Не, мне срочно нужно, просто мне трусы нужно постирать. Мы не выезжаем по выездам. Как не выезжаем? Конечно. И нежное белье вам тоже наглого надо купить. Почему наглого? Мне постирать его нужно. Не надо наглого. Новые модели, новые модели есть. С новичком, я понимаю, да? Конечно, с новичком. Конечно, конечно. Хорошо, ждите, сейчас подъедем. Просто только вы специалисты в этом вопросе. Управление ФСБ Оперативной Дежурной. Здравствуйте, у меня срочно вообще к вам просьба. Не могли бы вы прислать ко мне двух ваших сотрудников? Ну, или там парочку, или несколько, не важно. У нас не служба доставки, чтобы бегать куда попало. Нет, они мне не как рабы нужны, просто мне нужно трусы постирать. Хорошо, пришлем. Пришлем? Отпираю ты трусы и все остальное. Ого, отлично. Давайте. Записывайте адрес. Хорошо. Пишите. Ну что, адрес говорим? Да, да, конечно. Ну, стирать же надо. Да, ну, вы пишите адрес. Пишу, пишу. Улица Суздальская, дом 38, корпус 2, квартира 38. Отлично. Ждите. Сейчас вам приедут и трусы постирают, и все остальное. Спасибо большое, золотые вы люди. Управление ФСБ по Владимирской области, Акратий Нежурн, Сашвас. Здравствуйте. Мне бы прислать парочку ваших ребят, мне помощь нужна просто срочно. Не могли бы организовать? Нет, не могли бы. Что за срочность, представьтесь, пожалуйста. Какие у них ребята? Да, мне срочно трусы нужно постирать. Понятия. Прекрасно. А вас как зовут? Павел, меня зовут. Павел. Это не прачечная. А почему? Я же вот слышал лично от вашего сотрудника, что он из Москвы в Омск ездил два раза стирать трусы. Это как-то. Ну, может он обратиться к сотруднику. Так можно вот к нему обратиться, но дело в том, что он не открывает дверь и никого не впускает. И телефон не берет, представляете? Звоните в МЧС, может быть, они помогут вам вскрыть дверь. Так дело же не в МЧС. Дело в том, что у нас в ФСБ теперь стирает трусы. Нет, вы ошибаетесь. Ну, как ошибаюсь? Не может быть. До свидания, Павел. Так что, трусы не постираете? У ФСБ России по Томскому собирательный дежурный. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне срочно нужна будет ваша помощь. Не могли бы вы прислать ко мне парочку ребят ваших? Для чего? Срочная ситуация просто сложилась. Нужно срочно трусы постирать. Но это не наш профиль. Как не ваш профиль? А Кудрявцев говорит, что ваш профиль. Он два раза летал в Омск трусы стирать. Не знаю, Кудрявцева. Как не знаете? Вы что? Это же ваш коллега, который с Москвы, с Новокосино. На Суздальской улице, дом 38, корпус 2, квартира 38 проживает. Не знаю такого, нет у нас таких сотрудников. Но это тот, который летал к вам туда отравить этого Навального. Не владею такой информацией. Как не владеете? Я же вам вот только что сказал. Мужчина, у вас есть какое-то заявление или информация какая-то? Ну, вы в курсе, что Навального быть хотели в Томске, нет? Нет, не знаю. Как не знаете? Нет, вы серьезно не знаете? Ну, в средствах массовой информации пишут журналисты. И что, это все неправда, что ли? Я не знаю. Так что, трусы точно не стираете, да? Нет, не стираю. И свои? Мужчина, это не к нам вопрос. Да ладно, смешно же, ну смешно же в натуре. Взрослые мужики летали два раза трусы чужие стирать. Представляете? Коллеги ваши. Еще есть какая-то информация у вас? Да какая тут уже информация? Ну, представляете, что сотрудники ФСБ с офицерскими погонами летают трусы стирать. Мужчина, на своем плане трусы, что ли, будут стиранные обсуждать? Кто-то кому-то там стирал. Я вообще не понимаю, вот вы бы стали трусы чужие стирать вообще, вот там, за какие-то коврижки вообще? Это вам интересно, что ли? Ну, конечно, мне просто интересно. Здоровому мужику про трусы интересно. Ну, мне просто интересно, все в ФСБ вот такие вот, что готовы реально трусы чужие стирать и людей убивать, или нет? Или все-таки есть люди еще с какими-то понятиями человеческими? Я не знаю, кто у вас там, что стирал, кто кого убивал. Если у вас есть заявление, мы готовы рассмотреть. Справочная ФСБ, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Доброй ночи. А вы справки предоставляете, да? Какие справки? Ну, справочную информацию, я имею в виду. Ну, слушаю вас. Какой вопрос вас интересует? Мне нужно, собственно, телефон отдела и время работы и адрес того отдела вашей службы, где стирают трусы. Алло. Просто срочно нужно очень. А размер? В интернете все войдите, все размеры выпишите, какие вам надо, и звоните. У меня М-ки все. Максим Сергеевич. Да. Алло. Да-да-да. Извините, вопрос такой. А мне ничего, что мы с вами по обычному телефону... А мы ничего такого не обсуждали особенного. Ну, это скорее экстренная ситуация. Я думаю, что ничего страшного нет. Я согласовал с Богдановым, что я вам буду звонить по такой связи. А, согласовали? Да. До школы. Все, договорились. Добро. До связи. Удачи, пока.